рада приветствовать вас на своем канале и сегодня будут итоги сентября месяца не стартов организовала данную акцию верочка коминова решила я ее поддержать и немного завершить свои проекты немного уменьшить их количеством конечно тяжело ничего не начинать всегда хочется что-то новое попробовать более столько всего появилось у меня нового в запасах но я старалась все-таки завершить проекты которые у меня были уже близки к окончанию и я в принципе довольна своими результатами хотя конечно не все то что я планировала я успела давайте расскажу вам по порядку все сейчас вы у себя видите на экране те наборы которые я планировала завершить сентябре но не все из запланированного мне удалось сделать так начнем двух наборах вы уже видели видео на моем канале но все-таки покажу вам еще раз и заодно отведем итоги сколько же в сентябре успела проектов завершить первой моей завершенной работой в сентябре самый большой стал мой первый Dimensions моя первая gold коллекция это лошадки называется набор морозное утро можете видеть номер данного набора и как он называется такая вот красота в итоге у меня получилось видео на канале уже есть по данной работе я рассказывала с какими столкнулась я трудностями вышивки данной работы какие у меня были с ней приключения показывала вблизи эту работу работа конечно чудесная превью совершенно не отображает всей красоты данного дизайна я очень рада что я ее выбрала и что в конце концов я ее вышила длилась у меня работа конечно очень долго начинала я ее еще в 2016 году конечно были большие перерывы не всегда я занималась этой работой было так что я ее месяца на пять на шесть вообще откладывала за других проектов но зато когда я вернулась в данной работе она у меня пошла быстро с такой легкостью видимо соскучилась я по этим лошадкам и этот вот кусочек который у меня не был дошит где-то треть работы может чуть меньше у меня вышелся на одном дыхании но что я заметила что под конец работа у меня идет почему-то всегда очень тяжело такое чувство что не хочется ее завершать я постоянно нахожу себе какие-то другие дела когда работа остается буквально на часик на 2 я нахожу себе любой повод только не садиться за нее я долго пыталась найти сама себе объяснение что же и случилось почему я так себя веду мне кажется все таки этом этом нежелание где-то на подсознании нежелание прощаться с проектом поэтому последние крестики у меня конечно делаются очень долго и работа затягивается тем не менее работа завершена вы видите она уже полностью отглажена ждет своей очереди на отправку багетную мастерскую что надеюсь вскоре я вам покажу данную работу уже оформленной следующей работой которая была завершена в сентябре вот такая вот небольшая елочная игрушка торговой марки dimensions можете видеть ее артикул себя на экране и название это снежный шар любовь видео на канале еще данной игрушечки не было покажу вам как она выглядит у меня на конве такой вот милый дедушка с мышкой видео я снимала все будет но немного попозже так как я хочу из остатков этого набора вышить себе четвертый снежный шарик два у меня уже вышито я о них рассказывала я также из одного набора вышивала два снежных шара и данном случае я буду делать точно также поэтому видео на канале о этой готовой работе появится попозже когда уже будет вышед следующий шарик очень милый очень интересны все свои впечатления расскажу в том видео а сейчас пока просто полюбуемся на работу и у меня было очень велико желание начать вышивать следующий шарик рядышком я себе даже находила оправдание что это у меня идет как один процесс не два отдельных видео будет одно но все-таки удержалась и чуть попозже покажу вам чем же я занималась в дороге так как это у меня был дорожный проект вышивала я его пока ждала ребенка с тренировок и конечно сидеть просто так и ничем не заниматься очень обидно зря тратить я все-таки взялась доделывать свои другие елочные игрушки сейчас вам также расскажу о них ну а с этим проектом я также прощаюсь но еще вернусь к ниточкам от данного набора чтобы вышить четвертый шарик и тогда уже покажу вам все вместе кто помнит мое видео о процессах лета и оставшихся у меня текущих проектах наверно догадался уже каких новогодних игрушках идет речь я их показывала рассказывала что начинала их очень давно как один из дорожных своих проектов наверное еще даже в январе или феврале но потом я отвлеклась на другие дорожные проекты эти игрушки были заброшены и забыты в такой коробочке я их всегда с собой носила очень удобно сюда у меня все помещается коробочка не гнется ничего не испортится поэтому дорожный проект с такими милыми котятами хранится у меня здесь видите игрушечки у меня также завершены и вот милые елочные игрушки торговой марки butterfly елочка не хочет фокусироваться настолько она блестящая игрушечки двухсторонние в прошлом году я вышивала их по моему штук 11 различных есть у меня видео на канале я оставлю внизу вам ссылочку довольно подробная всех игрушечках но пришлось мне часть игрушек подарить так как я не успела вышить повторно те же самые игрушки сами наборчики я покупала из расчета что буду именно на подарок такие делать в этом году я опять начала пополнять свою коллекцию чтобы восполнить то что было подарено чтобы все игрушечки которые на тот момент мне нравились которые я вышивала были также и у меня сейчас butterfly выпустил намного больше различных игрушек но сказать по правде все ведь не соберешь единственное я подумываю может мне все-таки стоит прикупить себе собачку в прошлом году я вышивала петушка символа года наверно стоит собирать потихоньку вот таких вот фетровых хотя бы символов года такие елочные игрушечки собирала я эти игрушки также во время тренировок брала с собой катушечки там сидела сшивала вы знаете люди интересовались и когда я вышивала деда мороза подходили спрашивали что это будет что я вышиваю и когда я этих игрушек и вышивала и собирала это привлекает внимание немного конечно отвлекает меня от работы но мне нравится что где интересуются что им интересно что же это такое девушка ходила у меня спрашивала про пластиковую канву когда еще деда мороза вышивала часто дети заглядывают что я делаю возможно кто-то так посмотрев захочет тоже чем-нибудь таким рукодельным заняться поэтому я конечно же показываю рассказываю отвечая на вопросы а меня это не напрягает что меня отвлекают от работы вот еще один у меня завершенный проект считаю я его одним потому что они совершенно маленькие работы здесь немного хотя тоже требует определенного времени определенного внимания еще одна работой которой я посвятила много времени в сентябре это подсолнухи торговой марки морешка артикул к 80 вот такие милые воробушки и прекрасные подсолнухи видео уже есть на канале о готовой работе покажу вам еще ее раз и работа также у меня уже отглажена и ждет своего оформления часто снимаю видео и наверное отправлю с ней багетную мастерскую чтобы оформить чтобы эта красота еще успела осенью у меня повисеть на стене и чтобы я успела ею налюбоваться данная работа заняла у меня намного больше времени чем я планировала чем я ожидала в принципе работа шла недолго вышилась на одном дыхании верхушечка которая у меня не было единственное у меня много времени занял бэкстич вернее сам бэкстич занял три дня и странно но опять же окончание работы я всячески откладывала я находила себе любые поводы чтобы не прощаться с данной работой ну и кроме того последняя неделя сентября выдалась очень такой эмоциональной бурной выставка хендмэй экспо и видео надо было монтировать и просто после выставки на таком подъеме был настолько перевозбужден от эмоций от встреч что мне даже не удавалось сесть за работу я настолько была взбудоражена что старалась не приступать потому что боялась что я допущу где-то ошибки поэтому работа моя длилась очень долго в понедельник я сделала последние крестики на данной работе и только в субботу я наконец-таки доделала свой бэкстич стыдно конечно сказать но я не ожидала что работа заберет у меня столько времени то ли это у меня идет именно такой психологический барьер что я не могу проститься с работой особенно с большой как-то маленькие работы намного проще с ними расстаться и доделать а здесь возникает желание продлить свою работу возможно поэтому у меня так много процесса и я никак не могу их завершить ну и конечно из-за того что я так долго тянула с завершением данной работы я не успела уделить столько времени как я планировала своему третьему большому проекту который я надеялась завершить сентябре это мой ягуарчик от анкор серия мая вы сейчас можете видеть на экране у себя артикул данного набора и как называется он но здесь особо хвастать мне нечем сожалению не успела я завершить этот проект я совершенно немного повышевала я немного расстроена но тем не менее работу я свою не буду прекращать несмотря на то что сентябрь месяц не стартов уже завершился и октябрь я планировала сделать как раз таки месяцем стартов начать несколько новых проектов тем не менее я буду завершать также и эту работу хочется мне в конце концов его доделать потому что это приятно когда тебя завершаются большие проекты и данная работа у меня уже лежит дольше всего начала я ее позже всех из тех процессов которые у меня сейчас остались вот таким плодотворным все-таки на мой взгляд оказался у меня месяц сентябрь месяц не стартов влияет это все-таки на отношения то что ты не можешь открыть другой набор благодаря этому все таки наборы движутся те которые ты хочешь завершить я благодарна верочке коминовой за организацию такого движения благодаря которому я смогла завершить хотя бы часть своих начатых проектов конечно хотелось бы больше но что поделать сентябрь оказался довольно таким загруженным месяцем у кого детки ходят школы я думаю меня прекрасно понимают кроме того нас идет до сих пор адаптация к школе младший сыночек пошел в первый класс старший перешел в пятый другое помещение школы поэтому тоже тяжело привыкнуть адаптироваться необходимо ходить по кабинетам много учителей и конечно мое волнение волнение деток но сказывается на моей вышивке на моей скорости на моем вообще желании вышивать когда ты не находишь себе место из-за волнения то и вышивка на хоть и успокаивает но все-таки движется очень медленно так как ты думаешь о чем-то своем и даже не всегда вышивка отвлекает тебя от этих мыслей надеюсь чем дальше тем все-таки привыкнем быстрее к школе я привыкну к новому графику и работа пойдет у меня побыстрее я смогу вас радовать своими новыми завершениями своими новыми готовыми работами и также новыми начатыми так как планирую в октябре все-таки начать ни один процесс завершила я 4 из 12 имеющихся у меня проектов не так давно мы их с вами пересчитывали все я их показывала ну а начать не знаю может даже больше чем 4 начну и также буду продвигать свои процессы которые были у меня до этого а на сегодня пожалуй все благодарю вас за внимание я же с вами не прощаюсь до новых встреч и